ребяточки всем здрасте всем привет привет на канале пиратская жизнь так ребятушки снова одел свой костюмчик при нравится он мне такой легкий хороший сейчас иду по делам по делам к врачу по поводу укольчиков может быть нужно как-то скорректировать вот со всеми анализами посмотрим как он действует может мне что-то скажет по поводу корректировки так что сейчас иду к врачу может потом погуляемся чем вот такая красотка 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 красота . на зажатка все-таки помыла голову успела все мы полетели мы полетели полетели мы тоже странняшка взяла с собой целый пакет всяких разных анализов кузишек обследований иду понимаешь девочки сдаваться посмотришь скажешь я хочу просто понять дозировку мне такую же оставить или все-таки увеличить сейчас буду короче пытаться врача за что я деньги плачу пускай отвечают на все вопросы вот так вот повысить дозу не повысить где-то пишут что лучше держаться вот на старой дозе там с какой начинал там 0.25 0.5 а тут пишешь должен повышать и плюс по поводу побочек тоже иду сдаваться все красивый туалет сейчас короче сходили девочки и мальчики ну вот я и дома все пришла после врача а вот сейчас вот отдела свою мерительную маечку шортики зелененькие сейчас с вами будем мериться но сначала хочу рассказать как я сходила к врачу что сказали и так далее кстати купила вот такой метр заказывал на вайлбрис вот такой симпатичный в какой-то кожаной такой оплеточки такая прелесть фиксируется как раз и все здесь у нас получается как и метры и сантиметры я уже себе себе его опробовала а вот эти чтобы обратно что здесь кнопочка вот такая прелесть там кстати разные были всякие метры и какие-то с фиксаторами и прочим здесь я так понимаю здесь дюйма есть да и есть сантиметры я взяла соответственно сантиметры вот это вот сантиметры 150 очень короче вот этого на 150 мне хватило так нажимаем не пара с такой знаете как кейсик аккуратненький смотрится очень симпатично метровая лента стоит 246 рублей на волгар заказывал на всякие разные цветочки там ну разокрашены и тогда у меня результатами за 10 дней применения препарата врач доволен а вот я сказала о своих результатах сколько я уже скинула а вот она меня похвалила говорю что все хорошо вот поговорила с ней по поводу диеты насчет диеты она сказала так что данный препарат оказывает влияние на соответственно очаги голода в организме человека соответственно он снижает аппетит аппетит у меня действительно он снижен вот иногда вообще ничего не хочется есть ем достаточно мало а вот иногда ну самый вы сами видите я вам практически все показываю что я ем а вот ну вот вчера не показала вечером когда мы ели бутерброд да прикиньте я на ночь ела бутерброд правда после бутербродов я еще часов 7 не спала а вот просто мы приехали после наташи и честно власти очень хотел что-то перекусить а вот ну и я сделала просто небольшие маленькие бутербродики с красной икрой и вот мы пили кофе потому что мы все на целый день пили кофе я без сахара и соответственно бутербродики с красной икрой и немножко черри а вот у меня так был такой перекус плюс я еще съела яблоко все понимаете все у меня был такой перекус мне принципе это хватило там вот были где-то вот четыре вот таких маленьких бутербродиках такие вот маленькие действительно маленький как тарталетки и тогда а вот я посчитал по калориям это где-то вместе с кофе вместе с яблоком где-то получилось 350 калорий в общем свои калории я облезаю вообще отлично в день получается 1400 калорий а вот может быть конечно если бы я там знаете ударилась бы там как мне пишут тебе нельзя есть и это тебе нельзя есть то мне говорят нельзя есть колбасу у меня есть это все уже по моему вообще ничего нельзя да то есть кроме того что грудка на пару овощи на пару и как говорится и куча овощей никаких фруктов ничего кстати спросила у врача на город тут уже как вы хотите хотите более быстрого результата конечно лучше перейти на пп но вы в любом случае от этого препарата будете худеть потому что у вас уходит аппетит вы едите меньше и в любом случае будет недостаток калорий которые были всегда а вот результат действительно есть вот поэтому как бы тут уже кто как кто-то действительно прям садится на жесткое пп и соответственно худеет уже да а кто-то не худеет главное конечный результат сами понимаете да то есть некоторые знаете там сидят и на жестком пп и так далее но не худеют они соблюдают там бы живу и прочь но не худеют у них не уходит я практически не соблюдаю диеты я отказался от чего я отказалась от сахара я сейчас не ем никакие булки никакие торты а вот иногда позволяю себе фрукты но не в больших количествах даже ем виноград но не так много и стараюсь выбирать менее сладкие варианты дальше что я не ем майонез отказался от всяких соусов стараюсь ограничить гарнир и если ем то гречку стараюсь доела картошку но картошка была чисто отварная без масла без всего да то есть вот так вот стараюсь это границ порции у меня стали просто ну одна треть от того что было даже может некоторых моментах правну очень сильно снизилась сами видите а вот да иногда хочется что-то пожевать но это знаете чтобы просто чисто забить и вкус ну чтобы вот иногда просто узнать вот там съешь три орешка фундук вот у нас есть три орешка и водичкой запил и все и ты сытый при этом раньше ты мог есть там два три бутерброда кофе там с сахаром жирника это как колбаска хлебушек беленький пухленький такой хороший вот сейчас как бы белый хлеб не ем и не хочется жирного чего-то такой знать прям жирного жирного не хочется да я ем и шашлык я ела но я съел два куска а вот просто шашлыка вот купили а вот плюс овощи кто-то мне говорит что ты неправильно худеешь у тебя не будет никакого результата но я девочки вижу результат на весах хотя многие мне не верят а вот врач сказал что главный результат а там уже как хотите я знаю что я сейчас я приучаю к маленьким порцию я приучаю себя к тому чтобы отказаться от майонезов от соусов до от белого хлеба от гарниров в первую очередь от тортов от злых вот этих чипсов всяких очень люблю чипсы вот мне говорят что не ешь колбасу не ешь там соленое ничего потому что это удерживает воду мы понимаете вода это такое вот понятие что надо хочешь чего-то соленого соль это тоже как бы полностью знаете там убрать все сахара там вот я не могу не брат ешь больше белка ешь там яйца ешь творог и ешь отварную грудку я не могу это есть я лучше вообще ничего не буду есть чем я буду есть то что мне не нравится понимаете и потом мучиться страдать и пардон два пальца в рот потому что меня тяжесть я сегодня поела крошки и вот я сейчас два врача и мне про знаете правду коробком горлу подсел мы купили кофе а вот без сахара я себе взяла вот выпила кофе шикарно я сейчас чувствую ничего не болит пардон сходила прекрасное место у меня кофе слабит а вот и я сейчас очистилась попала час водички я сейчас великолепно чувствую у меня еще не болит я есть не хочу ничего не хочу то есть мне достаточно того что у меня есть может быть у меня там лежит груша я ее съем я не хочу отказываться от фруктов я не хочу отказываться от той же самой колбасы Я просто стараюсь выбирать менее жирные варианты, вот, ту же самую вареную колбасу, да, обычную, получше там состав и так далее. Я смотрела очень многих блогеров, которые худеют на очень большие веса, и они худеют и с колбасовой, и с рисом, кстати говоря, очень многие едят, да. То есть, вот, в принципе, не обязательно отказываться от того же самого риса и от тех же самых макарон. Просто есть, например, макароны из твердых сортов, коричневые, такие, знаете, такие прям, из необработанной, да. Плюс рис есть бурый, кстати, вот я хочу попробовать купить бурый рис, мне очень нравится, если вот так вот разварить, очень будет вкусно, и там еще очень много клетчатки. То есть, знаете, на самом деле можно выбрать те самые продукты, которые, в принципе, вы привыкли есть, те продукты, которые вам нравятся, но при этом они будут более полезные, да, вот, и, соответственно, вы не будете страдать, у вас не будет вот это вот сидеть в голове, что сейчас я похудею, вот, считай дни, вот, я вот, вот, столько у меня осталось, а потом я типа пожру. Мне кажется, вот это действительно самая большая ошибка всех тех, которые вот пытаются по-быстрому скинуть, да, то есть вот питаясь вот этой грудкой, там, питаясь вот этим, темы и прочее, да, некоторые вообще голодают, я хотела голодать, вот, а потом в один прекрасный момент они говорят, ааа, можно есть, и они просто набрасываются, они просто даже не замечают, ну, типа, я же похудела и так далее. И очень многие, к сожалению, вес возвращается. Я хочу более стабильного результата, я хочу более четкого вот этого, чтобы вот оно снижалось, и чтобы у меня не было вот этих психов, да, вот этих истерик, у меня на самом деле их нету, да, мне не очень нравится застой, но застой это вот такое, знаете, это движение, потому что организм, он адаптируется к тому, чтобы просто сбрасывать вес. Вот, и мне нравится вот это состояние, что, да, я стараюсь больше двигаться, я сейчас на такие, знаете, вечером, когда вот, например, ну, мне нравится вечером, я такой человек, я не соблюдаю режим сна, хотя мне тоже постоянно все говорят, так нельзя, так нельзя. Понимаете, вот на самом деле, вот я читаю комментарии, мне постоянно пишут, тебе вот это нельзя, тебе то нельзя, тебе это нельзя, понимаете, мне, по-моему, вообще ничего нельзя. Раньше, когда я читала комментарии, мне писали, ой, типа, убери там булки, убери майонез, убери гарнир, и типа, уже похудеешь, я все это убрала. Теперь мне говорят, убери вот это, вот это, вот это, в следующий раз вы что мне скажете? Причем очень многие, там, знаете, говорят, ой, вот это вот не действует, вот это вот не работает, я, типа, это пробовала и так далее. Знаете, это из-за разряда, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, а чтобы просто похудеть, нужно просто меньше жрать. Действительно, как говорила Фаина Райнеско и Майя Плесецкая, как говорится, нужно просто зашить рот и не есть, да, то есть, нужно ей все то же самое, только на пол ведра меньше. И вот я сейчас, в принципе, так, по такому же принципу и живу. Я не хочу, чтобы у меня вот это сидела, знаете, как идея фикс, что вот, блин, мне осталась неделя продержаться, потом я съем вот то, что я хочу, я такого не хочу. Вот, я хотела немножечко картошки, я ее съела, просто отварную картошку на молоке, пюрешку делала, без масла, без всего, я съела одну столовую ложку без горки, просто прям чуть-чуть размазанной по тарелке. Я увидела ее, я съел, я довольна. Я вот сейчас вот ее не хочу, у меня не сидит идея фикс, в голове, что я хочу картошки, я хочу картошки, я хочу картошки, я не хочу чипсы. Потому что я вспоминаю вот эту вот изжогу у меня от них постоянно, потому что у меня проблемы есть с поджелудочной, то есть я стараюсь как-то осторожнее все-таки менее жирные продукты кушать у меня поджелудочные, желчных пузыря вообще нет. А вот, и я что-то как, знаете, как вот отказаться от продукта, я просто представляю, какие могут быть последствия, что вот у меня, например, вот в чипсах там 600 калорий, да, я лучше, блин, я не знаю, я съем котлетку с овощами сейчас вот, да, и буду лучше себя чувствовать, чем я буду. Буду есть, например, чипсы, вот, и я не хочу, плюс, я вспоминаю вот это вот состояние сжоги, что-то тяжесть, вот это сдуть, я не хочу. А вот газировку какую-то тоже не хочется, очень полюбила воду, ну, я ее всегда любила, вот, хотя было такое время, когда я вообще не пила воду. Сейчас я воду пью просто прям, не знаю, какой-нибудь водопой, я просто покупаю, пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Перед едой стараюсь минимум стакан воды выпивать и так далее, вот, так что врач сказал так. Так, насчет, кстати, дозы, что я сказал врач, что смотреть по ощущениям, то есть нет такого, что вот ты должен снижать, снижать, снижать. Но при моем весе мне сказали, что лучше мне все-таки перейти на дозу 1, да. Но если я отлично себя чувствую, при этом у меня отсутствует аппетит при дозе 0,5, то если я этого не хочу, то я могу не повышать. Потому что, ну, я читала много форумов, много отзывов вот на данные препараты, их много. Вот мне, кстати, сегодня писали, что я, кажется, их рекламирую. А я не рекламирую. Вы понимаете, я даже в своих выпусках не указываю ни один препарат, потому что на самом деле этих препаратов очень много. Есть заграничные препараты, с которых это все пошло, да, а есть наши отечественные. Причем наших отечественных я насчитала штуки 4 или 5, которые там много-много-много. Знаете, мне никто не платит. Я просто на себе испытываю это лекарство. Точнее, не испытываю, я худею по назначению врача под контролем. Сегодня врач посмотрел все мои УЗИшки, посмотрел все мои анализы, которые я успела сдать за то время, пока я не была, да. А вот все проверили. Мне посмотрели и сказали, что все хорошо, все идет нормально. Да, какие-то есть побочки. Они в любом случае будут. Мне писали, что чуть ли не рак, стовидные железы, там туда-сюда. Ребят, прочитайте инструкцию по бочке какого-нибудь анальгина. Какого-нибудь там, не знаю, или еще там что-нибудь, понимаете. Вы офигеете. Практически у любого лекарства у него куча-куча-куча возможных побочек. Но не у каждого человека такое будет, понимаете. А если, как говорится, полков бояться в лес не ходить, да, то можно, как говорится, долго и упорно есть. Если, получается, не срабатывает какой-то во мне вот этот механизм, что я раз и бросила, да, то есть не хватает силы воли. Вот такой я безвольный человек. И данный препарат мне просто помогает. Я сейчас себя чувствую нормально. Да, на третий-четвертый день мне прямо вот колбасит от него. Потом полегче становится. Чуть-чуть возвращается аппетит, но не так критично. В принципе, еще пока моей силы воли достаточно. Наверное, третий укол я буду колоть тоже 0,5. Потому что я хочу все-таки не повышать, да, то есть испытывать себя. И с другой стороны, даже если я захочу кушать, захочу кушать, я буду стараться себя приучать к состоянию, что я хочу кушать, но я не должна кушать. То есть не просто вот чисто держаться на препарате, чтобы вот постепенно, чтобы вот именно настраивать организм, что тебе вот это достаточно. Тебе достаточно съесть две ложки и так далее. Вот. Так что врач сказал, что пока, в принципе, понижать не надо. Я посмотрел все мои анализы, посмотрел все мои УЗИшки и сказал, что все хорошо. А вот насчет веса. Вес сегодня ушел частично, да. Потому что у меня был застой неделю. То есть первые килограммы у меня ушли очень хорошо. Прям буквально 2-3 дня они ушли. Но это, я так понимаю, ушла вода, часть воды. А вот, потом застой. Сейчас у меня опять продолжилось понижение. У меня нету повышения. У меня была вот эта вот неделя, у меня как-то колебалось там плюс 0,5, минус 200, плюс там 100. Вот так вот колебалось. Сейчас у меня немножечко упаду упало. Я не показываю пока свой вес, я не хочу там, знаете, как... Ой, я похудела на 100 грамм, я не хочу вот этот проноид, каждый день там устроить там праздник. Ура, я похудел на 100 грамм. Где-то мое шампанское, кстати, от алкоголя тоже отказалась вообще. Вот вчера были на празднике, и я вообще не пила ничего. Я просто пила тупо воду. Мне предлагали сок, я говорю, нет, я спасибо, я не хочу. Я приехала со своей водичкой и пила. Вот, там, конечно, все в шоке были. Но, слава богу, я продержалась, я опять же испытываю свою силу воли. Так что вот. Вот такие вот у меня, так сказать, результаты промежуточные, как я худею. Я еще раз говорю, я ничего не рекомендую. Мне назначил данный препарат врач, вот. И, соответственно, я худею для себя, потому что мне, во-первых, это нужно для здоровья. Я не буду говорить вообще, что за препарат, кто на каких, пожалуйста. Опять же повторюсь, что если вы вдруг хотите так же, как я, то в любом случае нужно для начала пройти все анализы, сдать, так сказать, результаты и проконсультироваться именно с врачом. Я вам не врач, я не буду назначать вам дозу, я не буду говорить, что обязательно колите, там, туда-сюда. Я тысячу раз уже говорила, что все только по назначению врача. Вот. И уж извините, что я не соответствую вашим требованиям, да. То есть вот люди, которые меня поначалу поддерживали, Наталья, а вот сейчас мне говорят, что тебе вот это нельзя, это тебе нельзя, это тебе нельзя. Я еще раз говорю, для меня главный результат. Результат у меня есть, а уж какими способами, так сказать, на полной диете или на полной диете, это уже разное. А вот я еще раз говорю, я хотела снизить порцию, я хотела отказаться от определенных видов продуктов, я это все сделала. И у меня есть снижение веса, и я этому рада. Так что, пожалуйста, не обижайтесь, если вдруг я не соответствую вашим представлениям диеты. Девочки, все диеты, которые мне предлагали, и кето, и, так сказать, интервальная, и там всякие там вот гречишную диету мне предлагали. И что только мне не предлагали, понимаете, девочки, ну вот, знаете, за анекдот, да, я уже перепробовала все диеты, все съела, не помогает. Съела все за один день. Так что вот, ладно, в общем, давайте не буду вас тянуть. Мой животик, моя грудь и так далее. Будем мериться. Так, ну что, сейчас у меня получается 10-й день, худею я со 115-ти килограмм. Вот так вот я сейчас выгляжу. Вот эти, кстати, шортики, я помню, когда я только покупала, они на мне были, знаете, вот прям просто надевались, как вот легкие, как колготки такие, знаете. Сейчас они у меня даже вот в каких-то местах немножечко топорщатся, не очень сильно мне все обтягивают. Вот, маечка. Четыре дня назад мы с вами тоже примерно так же были в той же самой одежде. Вот, смотрите. Вот мой. Лук, да, мой лук, мой вес. Так, мои руки, девочки, смотрите. Смотрим, где результат? Я буду показывать в одной и той же одежде, чтобы, ну, и самой как-то ориентироваться, да, и вообще. Так, животик, пожалуйста. Вот живот. Можно, конечно, вот прям вот так вот выгнуть, да, но вот такой вот результат. Я считаю, что у меня немножко подспал, и вот здесь вот даже немножко подспало, да. Вот спина, соответственно, опа, все дела. Вот, давайте попробуем измерить. Вот, я уже, в принципе, сама мерила на голое тело, но не знаю, сколько оно будет на одежду, но я буду измерить на одежду. Чтобы потом уже, как говорится, будет конечный результат. Так, по-ридуньте, по-ридуньте. Так, сейчас хочу померить, соответственно, талию. Осталось, девочки, найти, где у меня талия. Ну, вроде как я считаю, что вот эта, да, часть. Вот, чуть-чуть. Вот так вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ха-ха. Будем сейчас мериться. Так. Смотрим. Так. Так. Вот. Фиксируем. Вот. Фиксируем, фиксируем, фиксируем. О, кстати, смотрите, вот. 109. 109. Кстати, знаете, два дня назад, когда я вот эту фигнюшку приобрела, у меня было 110. Хе-хе-хе. 109. Вот. Еще раз. Демонстрирую. Демонстрирую. Смотрите. Вот. Легко. Вот. Причем я вот отсюда считаю, не от начала этой пипки, а отсюда. Вот. Девочки, вот. Видите? О. Смотрите. О. 109. Ну, где-то вот так вот. 109. Ну, хорошо, ладно. 109-110. Вот. Все. Талия 109. Так, дальше бедра. Вот бедра, да, бедра у меня большие. Получается, нужно ввести будет по пузику, да? Вот. Так вот, по пузику. Я не знаю, вот лучше вот здесь вот или вот здесь вот. Давайте вот так вот. Бедра и бедра. Это как ушки. Ушки мы не считаем. Это не надо. Не надо ля-ля. Так. Вот, фиксируем по пузику. Так. Где вот? Все. Так, хорошо. Вот. 137. 137. Кстати, было 140. 137. Причем это, кстати, на одежду, на трусы. Прошу заметить. И на вот эту вот. 137. Представляете, какие у меня бедра? О. Макарена, макарена. О. Макарена, макарена, макарена. О. Макарена, макарена, макарена. О. Макарена. Хай! Короче. Бедра 137. По вот этому мы ведем. Так. Дальше. Так. Немножко подспустим. Смотрим. Вот это вот бедро. Вот. Замеряем. Замеряем. Мое бедрышко. Сколько у меня тут бедрышко? Вот. Берем вот. Вот. Фиксируем. 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 Момент. 68. Даже с половинкой. 68 с половиной. Многовато. Конечно. 68 с половиной. Так. 110. 137. Грудь. Грудь. Федя, где будем делать грудь? Грудь у нас вот тут. Так. Это все, девочки, на лифчик. Вот по вот этим сисочкам. Сисочкам. Так. Ну. Все верно? Все верно, да? Так. По сыскам. Вот. Майки. Соответственно, в лифчике. Вот по соскам. Соски приподнялись, потому что, кстати, я мерила без лифчика. И было так стрёмно. Так. Грудь у меня. 149, что ли? 125. 125. 125 грудь. А была, кстати, по-моему, 130. Так. Еще раз. Перепроверим. По сыскам. По сыскам. Так вот. Вот. Так вот. Так. Вот. Вот. Смотрите, видите? Вот. Фиксируем. 126. Хорошо. Окей. 126. Не будем преуменьшать. Не будем себя затягивать. Нет. Конечно, можно мне сделать талии вообще чуть ли не 60. Вот так берем. Вот так. Делаем так. И все. Хорошо. Так. Грудь 126. 126, 110. Бедра 137. Вот это бедро 67 или 68. Напишите правильно в комментариях. Так. Давайте еще шею замерим. Шея. Шея. Ну, шея, да. Шея толстенькая. Опа. Шея. Может, у меня шею уйдет? Так. Шея. Сколько у меня шея? Так. Зафиксировала. Шея у меня 26 сантиметров. Вот. 26. Смотрим. 26 сантиметров. Руку еще вот, конечно. Ну, блин, я, наверное, руку не смогу. Надо вова называть. Ну, ладно. Руку мы с вами мерить не будем. Или попробовать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Вот. Ручка. Вот. Конечно, вот не знаю, как ее мерить. Это по большой вот этой вот штучке-то. Видите, у меня же вот эта вот часть. Во. Крылышки, так называемые. Так. Короче, девочки. Смотрите, где она там, штучка-то эта. Во. Тыщ. Так вот, во. Где-то. Вот тут вот. В общем, бицепс у меня 42. 42. Но не уверена, что я правильно померла. Ну, будем стараться мерить примерно плюс то же самое. Так, еще раз. Напишите все мои параметры. Девочки, кстати, кто может мне помочь, в комментариях прямо напишите, чтобы я потом себя скопировала. Вот. И можно было записать. Кто будет моим личным, так сказать, ввести мою бухгалтерию. В плане того, что вот это, замеры. Напишите, пожалуйста, столбиком, пожалуйста, мои параметры. Кто вот сейчас смотрит прям столбиком, чтобы я потом могла просто себе записать. Помогите, пожалуйста. Вот. Короче. Девочки, все померила, все показала. Все, как оно есть. Кстати, можно еще икру померить. Давайте икру еще померю. Икру тоже пишу. Девочки, кто там у меня записывает? Так, икру тоже померю. Так, ноги, кстати, на побрик. Так, икра. Икра. Так, икра у меня идет 19 с половиной. О, блин, вам не видно. О. Короче, во. 19 с половиной. У некоторых говорят, у меня бедро такое же, как у тебя икра. Икру у меня, кстати, очень подкачанное. Да. Короче, вот. Девочки, замер. Сегодня 10 день. Просто как принимаю. У меня сегодня понедельник. Вот. Наверное, давайте по понедельникам и замеряться. Вот. Насчет веса. Я говорю, я хочу пройти определенную планку, которую я себе поставила. И потом мы тогда с вами все это дело взвесимся и посмотрим. Я еще раз говорю, я ничего не скрываю. Кто хочет мне, верит, по-моему, правильно. Кто не хочет, не верит. Потому что у нас очень много, знаете. И вот прям показывай, они все равно не поверят. Мне говорят, что у меня весы неправильно. Ну, у каждого свои недостатки. Короче, вот так вот, девочки. Вот так вот меряемся. Давайте сделаем заставку. Замер. Замеряемся, короче. Потом попробую выбрать красивую заставку. Девочки, ничего не стесняюсь. Все показываю. Потому что я намеренно все-таки, знаете, полностью от этого всего избавиться. Кстати, по-моему, мальчик, но мне стало полегче. Мне, кстати, написали, что мне очень идет вот этот образный вырез. Спасибо. Спасибо. Девочки, вот такая я спортивная, красивая. Сейчас делаю вот такие вот движения. Очень, кстати, помогает. Ну, там, знаете, как это, жиротряска. Ну, потом как-нибудь запишу. Конкретно прям, какие движения я делаю. Стараюсь делать почаще. Ну, 2-3 раза в неделю точно делаю. А вот. Тогда, конечно, лень, девочки. Почему мы толстеньем? Потому что мы ленивые. Потому что если бы мы были не ленивые, мы бы не растолстели. Ладно. Всех любим, всех целуем. Пойдем мы сейчас немножко еще прогуляемся. Всем здоровья и счастья. Девочки, помирилась, все сказала, что хотела. Жду ваши комментарии. Так, кто там может, летопись запишите. Чтобы все четенько, что говорила. Мы с вами здесь Личупск. Люблю целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok